Почем повелитель Египта? Ну что, брать, не брать, не знаю. Да я такую красоту знаю, не знаю. Да и красоту такую взятую. Не, кот, конечно, зачетный, блин, мне аж прям нравится. Может взять. Казачий, кот казачий, да современный, кака. Как уже ездить по барахту? Вот так нужно передвигаться на колесе. Помчал парень. Привет, друзья. 20. Четвертый этаж. Снимаю вам это видео. Я приехал в Киев. Здесь я встретился по поводу покупки конец. Вот так же сейчас поеду на Петровку. И покажу вам, что там есть на барахолке интересного. И в конце видео вы увидите, какие интересные вещи я купил для своей коллекции. И, возможно, для продажи. А партнер этого видео интернет-магазин BestCoins, в котором вы сможете найти широкий ассортимент иностранных монет. На сайте предоставлены как обиходные, так и юбилейные монеты почти всех стран мира. Ассортимент магазина очень разноплановый и регулярно пополняется. Вы сможете встретить те монеты, которые не представлены в других магазинах. По моему личному промокоду ALEKS2020 скидка на первую покупку 10%. Ссылка на магазин будет в описании. Субботний день выдался очень солнечным. И довольно много продавцов вышло на барахолку со своим товаром. Начинается рынок с точек, на которых, как я понял, люди уже арендуют место на регулярной основе. Кстати, у нас в Харькове есть рынок старых вещей. Он там сделан так, что в начале рынка раскладываются те, кто пришел сам или приехал на машинах. И только в конце есть стационарные контейнеры, там где, скорее всего, они арендуют это место. Если вы планируете посетить рынок, рекомендую приезжать с утра и закладывать хотя бы часа 4, чтобы прогуляться, посмотреть, что выставляют, ну и пообщаться, конечно же, с продавцами. Те, кто регулярно там торгуют, могут не выставлять дорогие монеты на свои витрины в целях безопасности. Так что вы на витринах не увидите оригинальные царские монеты из золота или даже из феебра в довольно хорошем состоянии. Но по личному запросу вам покажут, что есть на продажу. Какой сундучок. Вот уже шахматы красивые, такие прямо часики. А чей стендик? А чей стендик? Почем шкатулочка? Почем шкатулочка? Ага. Прямо сделано так, старинная. Как шкатулка с этими складом. 400. Кай, сколько стоит? А еще дороже. А она за счет чего? Она старинная? А какой возраст примерно? 80. 80, советский, да? А это какой год? Ну, она без сыровыну сделана. То есть ее состаривали, может специально? Да, может специально. Она не скажет, что она там... Ну, что брать, не брать, не знаю. Где такую красоту взята? Не знаю. Где красоту такую взята? Смотрите, одненько. Мне один продавец показал гривну киевского типа, оригинальную. Предложил купить. Честно скажу, я мечтаю о такой гривне оригинальной. Думаю, что она появится у меня в коллекции когда-то. Но цена сейчас на них составляет около 20 тысяч гривен. Ну и на аукционах, в принципе, можно такую купить. Также у одного продавца я встретил тетрадрахму и драхмы. Цена немного завышена. Но в целом, если вам понравилось состояние, вы можете себе приобрести такую монетку. Ух, какой столик такой для монет. Да, прям шкатулочки. А кто тут по этому? А по шкатулкам сколько будет стоить шкатулочка такая? 1300. Блин, ничего, симпатично. Там оно ж видите, цветы, латунь, оно ж не просто. А что за подборка? Это какой, какие года, какая война? Пульки. Развитие, то есть как оно было? Ой, а сколько такое стоит, подборка такая? Сколько? 2000. Ага. Под казачьи. Под казачьи, до современных кака. Какие шахматы, что-то. Такие. А что за шахматы? Из чего это? Сколько так стоит? Чисто. Ага, спасибо. Так, картины, картины. Блин, какие тарелки красивые. Просто класс. Разная тематика, конечно, на подарок, если кому-то. О, какая шляпа. Шляпа Индиана Джонс. А почему шляпа? О, как? Обалденная, конечно. Шляпа Индианы. Так, наверное, надо было с кем-то вместе ходить, потому что самому скучновато. Вот так. Таблички на любой вкус и цвет. Кстати, когда я был в музее в Гданске Второй мировой войны, вот такие агитационные плакаты я видел довольно интересно в музее Второй мировой войны. Просто потрясающий солнечный денек, отличное время погулять, походить по барахолке, посмотреть какие-то интересности. Барахолка огромная, много всего. То есть здесь можно действительно много-много всего, чего найти, то, что вам нужно. И старенького, и новенького. Главное знать, что вы хотите себе взять в коллекцию. Или конкретная специализация. Это монеты, картины, часы, ордена, посуда. То есть, что конкретно вам надо. В данном случае тут я просто гуляю, смотрю какие-то интересные, редкие вещи для себя. Посмотрю, как они живьем выглядят. Потрогать, можно сказать, живьем. Вот это реально клево. Вот это реально клево. Почем повелитель Египта? Кот. 250 гривен. 250. И что, с ним удача, успех, богатство. Я прям не знаю. Черт возьми. Чудо-кот. Надо подумать, где он у меня будет пылиться, если его хрубить. Не, кот, конечно, зачетный, блин. Мне аж прям нравится. Может взять. Ребята, взять, не брать кота. Кот несет удачу, успех. Немножко у него что-то... А маска африканца сколько стоит? А, она полторы. Привет, пацаны. Здорово. Я чисто на осмотр. И все. Ох, ешкин кот. Пробных никаких на мае пробных. Пробных этих заготовок. Как уже ездят по браку. Вот так нужно передвигаться на колесе. Помчал парень. Нормально. Быстро. Коробочка для чего-то. Что можно разместить? Можно тут монетки какие-то. Да тут все можно. Тут, знаете, тут можно даже вот эти, сюда подопкнуть. Что-то можно. Монеты в деть у целлофана. И сюда в деть. И оно будет и здесь монеты. У целлофана. Ну, как вот, вы знаете, делаете. Что хотите, 50 ривен. И сюда. Ну, да, вам, кажется, торговля надо, да? А мне надо же отдать. Пенсию получила, отдала. Ну, нормально. Что-то надо же хотя бы. Вот так. Так, что это бусы. Ладно, бусы вам оставляют. Ладно, давайте куплю, чтобы вам хоть как-то денег уже подсластить. Я пока не придумал, что я с ней сделаю. Ну, может, что-то сделаю. Выкрите, вывайте сами. Все тоже, спасибо. Может, что-то с ней сделаю. Спасибо. Спасибо. Давайте, до свидания. Делаем. Короче, не знаю, что произвелось с этой коробочкой, но что-нибудь придумаем, короче. Коробка вот такая. Размещу там какую-нибудь монету. Короче, вот так. Ну, просто человеку, чтобы сделать приятно, потому что, по сути, люди работают целый день инстайлер. Тут уже так по-другому это все выглядит. И можно посмотреть, что там люди выкладывают. Ради приведения, что я хочу, пожалуйста. А есть по-украине что-нибудь интересное, редкое? Украине только вот это серебро. Серебро, да? Это что такое? Это... Календарь, что ли? Он до какого года? Он, знаете, интересный. 50 гривен. Какой ты день родился? В понедельник ты родился. А, с какого года он начинает здесь? В таком формате барахолка. Как говорится, она прямо на земле. Монет нет, но вот такой вот. Он у вас привлечет. А, вот-вот. Это то, что экспериментировали, потом утверждали на заводе. Видите, вот это такое. А, типа украинские ордена какие-то, да? Ну, конечно. Они совершенствовали. Пробные, что ли? Да, пробные. Потом утверждались. Поэтому там и все девочки стоят еще. Ага. Ну, может фалеристы, те, кто собирает им, прям такое интересно. Не, у меня очень хорошо вы разбирали. А вообще новая партия тут появилась. А по монеткам ничего-то, только-только ордена, да? Так, ну, собственно, что же я прикупил? Давайте посмотрим. Во-первых, я взял себе ножичек для распаковки посылок. Давно себе хотел что-то такое небольшое и качественное. Это, конечно, китайский нож. Ну, по той цене, которой они были выставлены, от 130 до 200 гривен. Я думаю, это отличное приобретение, в хорошем состоянии. Такие ножики были и подешевле, по 50 гривен и по 20, но в очень убитом состоянии. В грязи какие-то такие, очень там, тупые или расшатанные. Данный нож мне понравился, потому что, ну, реально можно им пользоваться для каких-то своих конкретных нужд. Дальше я прикупил вот такой вот необычный, интересный сундук. Это сделан он под старину. Довольно интересная ручная работа. Тут маленькими гвоздичками забиты такие вот, ну, видите, металлическое основание. Старь, состаренное дерево. Конечно, внутри ничего там в нем не было, когда я приобретал. Возможно, что-то, конечно, можно в нем прикопать какие-нибудь серебряные динарии или еще что-то. Но выглядит он довольно круто и очень стильно. Такой вот необычный, необычный сундук. В районе, я уж не помню, в районе 200 или 300 гривен я его купил. Дальше я купил себе два жетона. Это у нас Гетман. Жетоны Гетман. Они у нас были под крышечками с напитком, с водкой. И довольно интересные. Они все разные, видите, с годами. У меня есть специальный для них набор, где можно хранить вот такая вот папочка со всеми разновидностями. Давайте покажу вам, как она выглядит. Вот такая папка, где можно хранить разные-разные Гетманы. И, собственно, какие они есть в серии. Вот так. И вот другая сторона. Вот такое количество этих Гетманов у нас есть. Вот в такой папке, который я купил, кстати, на слете в Харькове, там еще есть описание жетонов Украины. Вот так вот оно выглядит. Довольно стильно. 120 гривен стоила такая вот папочка. Также, чтобы ориентироваться по этим жетонам, вот такой вот есть каталог Луганск 2014 года, где указаны все-все-все эти жетоны и их ориентировочная стоимость. Я брал эти жетоны в районе 30 гривен. Один за 30, другой за 40. Ну, в принципе, было интересно хоть что-то приобрести. И поэтому взял один я могу разыграть. Кстати, на своем канале в одном из видео я разыграю такой жетончик. Вот они у нас есть. И ориентировочная стоимость. Конечно, есть и подороже, и подешевле. То есть, в принципе, в зависимости от редкости и, конечно же, от состояния этих жетонов. Формируется на них цена. Также я прикупил вот такой вот набор разных-разных монет. Я уже все пересмотрел. В целом, здесь человек откладывал все, что ему казалось интересным. Здесь были малые гербы. Вот эта вся пачка мне обошлась в 250 гривен. Но здесь особенность какая? Здесь разные малые гербы. Вообще, ну, очень дешевые, неинтересные, неценные. Но когда я пересматривал эту всю пачку, тут есть даже юбилейные монетки, малые гербы. Есть вот такие. Чек откладывал. Просто ему показалось, что они интересны за счет патин или еще что-то. 2004 год. То есть, вроде как все монеты не тянут на такую стоимость. Есть вот такие. Но почему я купил 95 год, тоже гривен 10-15, но в таком состоянии так себе. Но почему я, собственно, взял? Потому что в общем списке гербов малых, вот смотрите, какая разновидность попалась. Такая монетка, ну, довольно, довольно дорого стоит. Само по себе вот эта монета стоит, сейчас вы видите в описании, стоит гривен 250. И тут она реально случайно попалась среди целого мешка каких-то просто отложенных монеток. У меня в коллекции такая монетка есть. Сейчас я вам покажу. Вот эта разновидность. И в целом, видите, вот такая вот разновидность этой монеты. Класс. Я очень доволен этой покупкой. Цена супер. Эта монетка мне подарила Андрей. Мы обменялись с ним такими монетами. Она нередкий год, 2012 года. У него свой YouTube канал. И вот он мне подарил ее для моей папки обиходных монеток. Также в этой папочке были монеты юбилейные. Ну, тоже неценные. И состояние у них, ну, какое изобращение. Но в целом человек откладывал и решил всем скупом продать эти монеты. Поэтому почему нет? Почему не купить вот такую пачку? А для, кстати, для коллекционеров с барахолки, вот эти все монеты юбилейные, они, ну, так себе. Они их не очень сильно уважают, не любят, потому что это не серебро, не золото. Не так интересно, когда к тебе попадает что-то более серьезное, золотое или серебряное. А там такое, поверьте, есть. И серебряные кольца, и золотые. И можно, в принципе, найти при желании и суперредкие часы, и кортики, и так далее. То есть все есть. А такие монетки для большинства антикваров, ну, не представляют какой-то ценности. Что еще? Конечно, вы увидели, что я взял вот такую вот коробочку и думал, для чего ее применять. Честно говоря, не знаю, что за значок, кто в теме. Ребят, напишите, пожалуйста. Это у нас, я эту коробку переделал для хранения орденов. Вот я снимал на канале видеообзор про эти ордена. И вот достаточно просто было. Я отсоединил эту часть, вырезал, собственно, своей новой покупкой здесь отверстие. И закрутил, добавил сюда ордена. Мне кажется, смотрится просто бомбезно. Потому что, ну, сразу-сразу меняет, меняет вот визуальный ряд это, эти награды, которые я уже делал обзор на своем канале. Довольно давно они у меня находятся. И такая вот медаль. Довольно серьезный и круто. Мне кажется, такая вот, вот так выглядит эта вещь. Вот. И, как вы видите, на заднем фоне у меня есть картина маслом. Она сейчас еще без рамы. Довольно такой у нее нестандартный размер. 28 на 50. Она Константина Шаповалова. Я встретился с ним. Это художник с канала Константина Шаповалова. Он ведет свой YouTube-канал. И вот он мне подарил вот такую замечательную работу. Совсем скоро выйдет у меня интервью с ним. Я расскажу. Я буду задавать ему вопросы. И мы расскажем про то, какие же картины стоит покупать для инвестирования. И чем они интересны. Вот такой замечательный подарок я от него получил. Это корабль. Стоит у нас такая погода необычная. Два человека. Ну, короче, называется работа перед грозой. Вот, друзья. Вот такие вот у меня были покупки. Такая вот была поездка в Киев. Напишите, как вам, что бывали ли вы на Петровке. И вообще, как относитесь к таким походам на барахолку. Бываете, насколько часто или нет. Ставьте лайки, если понравился этот видеоролик. И хотели бы что-то подобное про Харьковскую барахолку. Либо про другие в других городах. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok